Мне нужно его увидеть. Увидеть что? Ты знаешь что. Что за хуйня офицер? Всем привет, это Айс. Сегодня мы продолжаем играть в Индюшатину Биткоп. Сегодня у нас 14 рабочий день, друзья. Давайте начнем его. Министерство Гериатрии. День 14. Как прошел день вчера. Надрал жопу сраным сектантом. Да, босс. Хорошо, что ты подал голос Келли. С тебя и начну. Ты сорвал все плакаты с пропагандой. Хорошая работа. Ты разогнал сектантов. И наконец, как настоящий детектив, хоть и бывший, ты предотвратил массовый суицид. Отличная работа, Келли. Да, могла бы быть настоящая кровавая баня. Тебя никто не спрашивал, МакНап. В общем, превосходная работа. Ладно, достали блокноты. Марк Крепси крепко взялся за мою жопу. Значит, сейчас будет дофига штрафов. Со штрафов поступает слишком мало денег. Количество инцидентов растет. Так что записывайте. Пять штрафов за резину. Всего? С носом окна. Пять штрафов от каждого. Все ясно? Отлично. Прям как я люблю. А теперь, что, всего лишь пять штрафов за резину? Да это херня полная. Краус, есть крем или бальзам для губ? Зачем тебе? У нас с женой вчера была годовщина. Губы ужасно потрескались. Нет, нет, нет. Давай без подробностей. И облизывать не могу. Язык до сих пор не слушается. Что он там делал? Ее звали Роза. Кого? Лучше сразу заткни его. Моя учительница английского в старших классах. И к чему ты это сейчас вспомнил? Не ведись на это. Он просто выебывается. Роза была первой, кто попробовала Кортеса на вкус. То есть ты все-таки что-то вынес из старших классов? Трипер разве что? Чем это воняет? Меня обблевали на вызове. Пьяные бомжи? Пьяная беременная. Сью? Она что, еще не родила? Срок был две недели назад. Может ребенку с похмелья надо проспаться? Кто хотел залить горе? В компании совсем не то. Предпочитаешь в одиночестве? Не по своей воле. Я так в школе говорил про... Про целебат. Я так в школе говорил про целебат. К другим новостям. Я слышал, что на участке опять будут упыри в штатском. Черт, даже честно подозреваю. Ну, в общем, понятно. Короче, взятки не берем, взятки не берем. Какой-то мальчик пришел. А там куча, смотрите, недовольных каких-то детей. А, ну, возможно, и мучительница устраивает экскурсию. Знаете, что я узнал на встрече анонимных алкоголиков? Что, сэр? Город накрыла волна преступности. Так и есть, сэр. И кто в этом виноват? Мы, сэр. Черт возьми, ты прав, Келли. И все это потому, что мы дурака валяем и берем взятки. Это самое умное, что я только... Ну, что-либо, когда я либо от тебя слышал, блядь. Да, сэр. А мы все знаем, как тебе тяжело открыть рот. Да, сэр. И как же нам все это все исправить? Выйдем на улицу, сэр. Да, черт подери. Приступим к нашему очередному рабочему дню. Келли, что за дела? Ты оставил здесь бланки. Думаешь, сможешь... Ну, в общем, увильнуть от штрафов? Пять штрафов за шины. Умник. Конечно, кофе с пончиками ждут. Фруги, что случилось? Доброе утро, офицеры. Я тебя ждал. Что такое? Наш маленький русский секрет. Черт, так и знал. Я обещал помочь, и я помогу. На этот раз я под дулом пистолета. Что такое? Я не буду ходить вокруг да около. Я по уши в долгах. Все так плохо? Ага, пришлось заложить магазин. Твою мать, и что теперь? Мне правда нужна твоя помощь. Но должен признаться, я в деньгах не купаюсь. Не о чем беспокоиться, все уже почти готово. Да чего мне беспокоиться, и что тут готово? Расслабься, Келли. Фроги, я не знаю, что ты затеиваешь, но... Ты должен помочь мне снять порнушку. Да ты ебнулся. Да ты ебнулся. Вообще-то, я готовился к этим годам. Слушай, я просто сделаю вид, что этого разговора не было. Тогда наш секрет перестанет быть секретом. Сечешь? Секу. Ну раз такое дело... Я тут ничего не решаю, все уже оплачено. Для меня это вопрос жизни и смерти. Ладно, просто скажи, что надо делать. Я заложил магазин и набрал денег на аппаратуру и актрису. Но у меня все еще нет никого на главную морскую роль. Ты же не думаешь? О нет, ты не подойдешь. Калибр маловат. Зато всаживает без промаха. Видишь актера на плакате? По-моему, актриса какая-то. Ага. Увеличенный? Хер, не все свое. Да ну нахуй. Отвечаю. Он, кстати, местный. Этот мужик жив еще? Плакату лет 20, наверное. Блядь, сейчас какого-нибудь старого деда найдем. Знаю. Так, так, так. Но видел бы ты нашу актрису. На нее только у пидора не встанет. Знаешь, где он? Его бывшая живет в 605-м. Мисс Уотт. Ладно, попробую ее найти. Кто там? Наврал, засранец? Алкашка ебучая. Ты, блядь, кто еще такой? Я звоню копам. Мисс Уотт, я и есть коп. Это что насчет Дика? Где он? Это-то я и хотел у вас спросить. А мне-то откуда знать? Может, ошивается у Пончика? Он пошел за Пончиками? Да хуй там его работа, блядь. А, он Пончиком работает. Он же говорил, что он актер, точняк. Это я и хотел узнать. А что насчет выпивки? Тормози немного, детка. У тебя печень набухала. Через футболку видно. Вот, сука, я буду жаловаться. Бля, вообще нормал. Пончик-то реально же актер. Он говорил как-то раз. А вот это вообще клево. Вот какая парковка шины. Босс просил, напомнись, что следующий полотеж через 3 дня. Алименты или что там? Ясно, я вас понял. Он сказал 600 баксов через 3 дня. Знаю, знаю. Блядские алименты. Говорит диспетчер. Поступили сообщения о том, что мафия вымогает деньги за крышу. Где? Это анонимная наводка. Придется искать самому. Понял, займусь этим. Да без проблем. Это еще что? Йоу, чувак, хочешь немного подзаработать? И лучше бы тебе взяться за это дело. У нас сейчас черная полоса. Двое макаронников путаются под ногами. Мешают вести бизнес. Ближе к делу. Чего надо? Надо, чтобы два каких-то там сверка оказались в двух машинах. Это все. Тачки приметные. Да, я знаю. Кролик Шипвуд. А, Кадилак Шипвуд. Точняк. Номер такой-то, такой-то и такой-то, такой-то. Водилы пойдут пожрать около полудня. Час максимум два. Их не будет. Ну давайте возьмемся. Я в деле. Вот, держи. Это отличный товар. Прям жалко отдавать. Завтра, наверное, получится. Ну вот, когда-то-то. Так. Упаковку пончиков, как обычно. Хороший пончик творит чудеса. Мне нужны чуды. Не сегодня. У тебя работает Дик Леппер? Да. Два месяца уже вкалывает. Лучший сотрудник? Где я могу его найти? Далеко ходить не придется. Вот там, за стеклом. Лысый мужик с плакатом? Нет, нет. Вон тот, рядом с сисястой блонди. Огромный пончик? Единственный и неповторимый. Он не на... Ну не называй его так. Работа не из легких. Ты же не хочешь его забрать? Он тот еще тип. Но заметить его будет... Заменить его будет некому. Не волнуйтесь. Я тут по старой памяти ясно. Так сразу и подумала. Да я сразу говорил, что это он. Дик? Я думал, вы меня с кем-то перепутали, офицер. Дик Леппер, я вас узнал. Проваливай, чувак. Это было в прошлой жизни. Я ваш большой поклонник. Правда? Вы меня помните? Да, и у меня к вам отличное предложение. Ладно, послушаем. Не хотели бы вы вновь сняться? Это очень мило с вашей стороны, но боюсь, вы опоздали на пару лет. Да ладно, хватит ныть. Как соплевая баба прям. Ты в деле или как? Мне надо подумать. Возьми выходной, встречи и все обсудим в переволке в церкви. Ладно, по рукам. Ха-ха-ха-ха. Блин, какой он забавный, чего. Эй, Келли. О, еблонский. Привет, Келли. Рад тебя видеть. Я тебе денег, что ли, должен? Да хватит поясничать. Это по поводу нашего дела. Нашего дела? Пропавшая вещица сенатора. Это какая-то бомба, с помощью которой мы сможем его подорвать. Мы это кто? Я и мой знакомый журналист. А журналист? Я ведь... Я весь в внимании. Думай головой, а не жопой, Джек. Найди пропажу. Думаю, я сосредоточусь на бриллиантах. Но это будет покрытие любых бриллиантов. Возможно, для тебя и того журналиста. Мы все от этого выиграем. Посмотрим. Подумай о нас. Подумай о своей дочереди. А что это значит вообще? Вот и разбирайся. Мне пора бежать. Эй, до связи. Так, этот еблонский какой-то нечистый парень. Что приверло служителей закона ко мне в этот раз? Просто смотрю, все ли в порядке. Дела в порядке. Наши отношения так себе. Ну понятно, мы это уже слышали. Привет, как идут дела? Сейчас не самое подходящее время. Захлопни пасть. Блин, я, пожалуй, отступлю. Ну реально, нужно мафия немножко поднять репутейшнс. Пончик, пончик, пончик. Окей, мы в одной лодке. Мне нужно его увидеть. Увидеть что? Ты знаешь что? Что за хуйня, офицер? Выкладывай, мужик. Я должен убедиться, что ты еще не сдулся. Я не хочу, что люди смотрят, а я в рабочей одежде. Ха, блядь, это реально смешно. Мужик, блядь, в костюме пончика показывает свой хер. Если не хочешь провести остаток дней в этом огромном розове глазированной жопы, блядь. Реально глазированная жопа, как очко. Лучше делать, что я говорю. Ладно, ладно, только давай по-быстрому. Господи Иисусе. Что, все так плохо? Да ты шутишь? Это же вымирающий вид. Его в красную книгу надо. Ха-ха, неплохо, да? Еще в рабочем состоянии? Ну, не совсем. Наполовину? Совсем никак, хоть подъемным краном. Не парься, возьму тебе кое-чего у кранка. Ладно, встретимся в пончике после работы. 2 пм. Отлично. Офицеры, у меня к вам просьба. Что такое? Наш адвокат. Как только мы закончим наш разговор, он выйдет из пиццерии. По пути заглянет в пару мест. У него при себе кейс с важными документами. Я хочу, чтобы вы за ним проследили. Да во сколько это все будет? А потом расскажете, где он его оставил. Согласится. Хорошо прослежу за ним. Отлично. Увидимся, когда он выйдет. Вон он, он идет. Идите за ним. Доброе утро, офицер. Могу я чем-нибудь вам помочь? Я где-то тебя видел. И, к сожалению, это была ориентировочка. Быть может... Быть того не может. Я всего лишь водитель. Просто присматриваю тут за машинами и все. Ага, ага. В участке расскажешь. Дону Татьяну не понравится. Ну, в общем, давай, ты арестован, чувак. И снова привет. Принести тебе чего-нибудь? А, Дик, закончил на сегодня? Ты чего, меня не узнал? Может, дело в форме? Думал, он будет получше выглядеть. Ты изменился. На плакатах ты был более жилистым. Время летит. Нарастил немного... Немного чего-то там. Немного? Килограмм 20 с тех пор, как я его наняла. Дик, нам пора. Спасибо за помощь, Стефани. Куда мы идем, офицер? В аптеку. Звезды вперед. Все намази, давай наводочку в УНБ. Ну, проблема нарисовалась. В смысле? Итальяшки были на чеку, как всегда. Пришлось арестовать парня, который выглядывал за машиной. Я подбросил на меня. Они ничем не догадываются. Вот, держи. Хорошая работа. Йоу, бро. Спасибо, бро. Офицер? Что такое, чем я могу вам помочь? Спасибо, что спросили. Но это я вам хочу помочь, да? И как же? Простите, я не представилась. Меня зовут Карла Хавард. Я работаю в газете Нью-Йорк. Офицер Джек Хелли. Так, я работаю в том же самом Нью-Йорке. Да, той самой Нью-Йорк. Вы должны были... Ну, почитайте наш читатель. Трата-так. Конечно, я все еще понимаю, к чему вы клоните. Я не просил вас о помощи. Вы можете просить... Ну, участок она... Короче, блин, она мне херню какую-то впаривает. Ради бога, хватит притворяться. Все отлично знают, о чем идет речь. Серии скандалов. Нью-Йорк, нарко-трафик, перестрелки. Слышу на ваших коллегах и их связях. Я тут недавно. Меня это не касается. Вот именно. Мне нужен такой человек, как вы. Независимый, без привязанности. Вы не к тому обратились. Мне пора. Прошу. Прошу вас. Я готовлю материал о коррупции в полиции. Будет большая статья. У вас есть шанс поступить правильно. Принести пользу обществу. Раскрыть незаконную деятельность внутри департамента. Иди в жопу, а. Посадите хуй. Вот что я вам скажу. Разрешаю цитировать. Подумайте, как следует, Джек. Я буду здесь завтра. И на случай, если вы передумаете. Дик, у меня отличная идея, да? Давай. Давай порепетируем перед съемкой. А что там есть? Там есть слова? Типа того. Да, ты коп. Приезжаешь на вызов к старушке. У нее умерла собака. Ого, какая драма. Жди здесь, я схожу за твоим костюмом. Так, что серьезно что ли? Есть для меня что-нибудь? Вы видели, где адвокат оставил кейс? Рассказать? Ага. Отлично, я весь внимание. Бля. Я ж не видел нихера. Лунный похват. Он оставил лунный похват. Ясно. Благодарю вам. Да, нет проблем. Привет, Бенни. Только давай без этих китайских нравоучений. Ты ведь стираешь форму для всего участка? Да-да, много форма. Мне нужна другая. Моя между ног разошлась. Сухой, только... Чего? Только большой. Подойдет, Бенни. А, она типа сухая, только большая есть. Сука, я просто с ног валюсь. Надо пожрать. Да, я с тобой согласен. Я принес форму, попробую влезть. Только не порви. Ладно, жди здесь. Переоденусь на лестнице. Ха-ха-ха. Бля, ты еще толще, чем я думал. Что скажешь, как тебе, старина, дик лэпер? Ставим широкоугольник и за работу. Форма меня всегда полнит. Давит, как китайский презик. Так и должно быть. Ты же теперь коп. Кто-то будет это снимать? Нет, просто поговори со старушкой. Иди в пятую, а я пока достану тебе таблеток. Встретимся здесь через пару минут. Так, он в пятую пошел. Надо не забыть. Крэнк, мне нужно что-то для... Это самое. В чем проблема? Корабль зашел не в ту гавань? Чего? Фы, вытащили якорь и мачта поднялась? Что вы несете, Крэнк? Я хотел сказать, мне нужно что-то, чтобы зажечь. Зажечь что? А-а-а, что сразу не сказали? У меня только сельдинофил и больше ничего нихт. То, что нужно, беру. Во-первых, он только по рецепту. Во-вторых, я только что продал последний. О, а что, все закончилось? Ну, сельдинофил еще помогать при легочной гипертолине... Блядь, хуй знает чего. Я всегда оставляю пару упаковок соседка. Соседка из 605-го. А что, у вас срочное дело? Мне пора, мистер Крэнк, спасибо. Вдруг сможет добыть таблетку старушке. А-а-а, по-моему, пятая, да? Тишина. Ладно, подожду снаружи. Дик, я был в аптеке и оказалось, что последнюю... Ты чего так дышишь, Келли? Это еще что за хуйня была? Почему шепотом? Что случилось? Ты все заранее продумал, да? Дик, если ты что-то сделал с мисс Арабеллой... Я что-то сделал? На лестнице было темно, хоть глаз выкали. Я искал звонок на ощупь. И тут дверь распахнулась. И эта баба как напрыгнет на меня. Какого? Я присугался, что-то не успел. Она уже вовсю меня обхаживает. Господи, ты уверен, что это была мисс Арабелла какая-то там? Понятия не имею, темно было. Но последний раз на меня так... Но последний раз на меня так скакали, когда снимали кончину Америки с любой хейп какой-то там. Так твой боец снова в строю? Снова в строю? Да, я как 20 лет сбросил. Значит, с Фроги мы в расчете. С кем? Забей, иди в срекшоп, скажи, что ты от Келли. Все узнаешь, на месте, удачи. Надеюсь, ты не шутил. Не шутишь, бывай. Блокнот обновлен. Шикарно, мы выполнили эти квесты. Прогулка окончена, пора идти домой. Ну что, друзья, вот так заканчивается наш очередной рабочий день в игре Биткоп. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Обязательно пишите комментарии, будет интересно их почитать. Ну а если вы здесь первый раз, то подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok